242 дня они стояли не на жизнь, а на смерть, обороняя Донецкий аэропорт. Солдаты-киборги, которые воевали в самых горячих точках на востоке страны, собрались на очередной урок мужества в Запорожском краеведческом музее. Там бойцам вручили награды за оборону аэропорта и удостоверение участников боевых действий. Военные поделились нелегкими воспоминаниями из зоны АТО и почтили память сослуживцев, отдавших жизнь за Украину. Защитники Украины, закаленные в аду, так запорожских киборгов назвали в областном краеведческом музее. Там на уроке мужества собрались бойцы 93-й отдельной механизированной бригады, волонтеры и общественники. В центре внимания собравшихся история битвы за Донецкий аэропорт. По словам военных, те дни навсегда останутся в памяти миллионов. Оборона Донецкого аэропорта вошла в историю Украины, в историю Украинского войска, в световую историю. В 242 дни наши войны, 93-й механизированной бригады, 79-й армобильной бригады, 25-й поездной десантной бригады, 55-й артиллерийская бригада, и другие боевые объединения военных участников Украины, поддерживали навальные насы российско-террористических группы. Солдатам, которые обороняли Донецкий аэропорт, областное военное руководство вручило нагрудные знаки и удостоверение участников боевых действий. Слова благодарности за совершенный подвиг звучали и от запорожских волонтеров. Я надеюсь, что эти награды будут еще прибавляться, будут еще ребята их получать. Это награда не е державная, то есть наказ подписанный президент, но тем не менее она очень важна. Ребята должны знать, что то, что они сделали в этом месте под названием Донецкий аэропорт, мы ценим, любим и помним. Заслуженную награду получил и 35-летний запорожский боец Сергей Кирик. Признается, о тех днях, проведенных в аэропорту, вспоминать сложно, но уверяет, там, в самом аду, солдаты держались достойно. Так все было просто. Говорят, серый, поехали в аэропорт съездим. Да и поехали. Прыгнули на гражданские, ну, КАМАЗы, то есть, с броней там были, ну, как говорится, проблемы, они были на своих заданиях. И мы прыгали с тем же водителем, бронежилетами обвешались и поехали в аэропорт. Когда попадаешь в это первый раз, надо второй раз себя, как говорится, заставить опять туда поехать, потому что ты уже первый раз увидел, что там происходит. Я и мои товарищи делали, как говорится, полезное для аэропорта задание. Я всегда говорил, если каждый там отделал свою задачу, то есть, и тот же водитель, да, если оборвать цепочку, ребята бы не выстояли. Солдат, отдавших жизнь за Украину, сослуживцы почтили минутой молчания, обещают навсегда сохранить память о погибших товарищах. Всего в зоне АТО Запорожская область потеряла 105 своих сыновей.